Мир вам, уважаемые друзья! Мы искренне рады вас приветствовать на христианском телеканале Инпакт в программе «Влияние». Сегодня у нас интересная программа. Будем говорить о музыке и о жизни. Я рад представить гостя нашей программы, человека, которого я очень уважаю, песни которого многие знают наизусть. И, по счастью, оказался даже в списке его друзей. Это Валерий Короб. Валерий, рад тебя приветствовать, брат. Спасибо, взаимно. Мы искренне рады, что ты у нас в гостях в Сакраменто. И сегодня мы будем иметь благословенное общение. Друзья, нескольких слов хочу представить визитку Валерия Короб. Он автор, исполнитель, композитор из Украины, города Киева. Жена, супруга Ирина, детки и даже есть внучка. Валерий, поздравляем тебя, Искерин. Спасибо. 25 лет в музыкальном служении, 30 музыкальных альбомов. Многие псалмы, мы знаем наизусть, такие псалмы, как «Великие чудные дела твои, Господи», «В твоем присутствии летают горы», «Хвали душа моя Господа», «Веселись Израиль», «Иисус мой лучший друг» и многие-многие. Песни, которые хотелось бы перечислять в эфире. Валерий, все ли я перечислил о тебе? Исполнитель, музыкант, композитор. Еще. Ну, еще я бы, да, добавил бы в последнее время я больше, кстати, по словам моей жены, потому что жены – это наша слава, да? И моя жена говорит, ты знаешь, мне в последнее время даже больше нравится, ну не больше, но не меньше нравится, как ты проповедуешь, чем ты, как ты поешь. Поэтому я стал в последнее время позиционировать себя как мюзик-притчер. Мюзик-притчер? Да. А теперь переведи нам. Переведу на, хотел сказать, советский язык. Ну, пожалуйста, как это? На русский, да. Это музыкальный проповедник. Музыкальный проповедник. Использующий музыку. Но, кстати, я только недавно действительно понял, что 25 лет я занимаюсь тем, что написал апостол Павел, да? Он написал, научайте друг друга псалмами. Научайте, слово Христово доселяется в вас обильно, научайте друг друга псалмами. То есть 25 лет я это делаю. Я 25 лет пою псалмы, я пишу на них музыку, и получается, я занимаюсь этим трудом 25 лет. Поэтому сказать, что я просто музыкант, ну, это не совсем правильно. Слава Господу. И все-таки я тоже верю, что за 3 минуты этого псалма, это тоже маленькая проповедь, 3-4 минуты, которую тоже, как же нужно ее хорошо подготовить, чтобы за 3 минуты все сказать, ту тему, которую ты приготовил. 25 лет музыкального служения, 30 музыкальных альбомов. Для меня это очень много. А для тебя? Ну, естественно, и для меня тоже. Но просто первые годы в моей христианской жизни, оно как бы так просто действительно неудержимым потоком лилось. Я, кстати, написал 300 песен, которых почти никто не знает. Я написал эти песни на стихи других поэтов, ну, христианских. Я брал христианские сборники, вот. И я просто брал стихи оттуда и писал на них свою музыку. Но потом я понял, что это, ну, не мои стихи. Это не то, что родилось в моем сердце. И слог немножко высокопарный для меня. Я все-таки мыслю попроще и стараюсь и выражаться попроще. Поэтому я эти 300 песен не пою. Может быть, две песни. Кстати, одну из песен я до сих пор иногда пою. Это я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Я знаю, что автор этих стихов, она жила здесь, в Сакраменто, по-моему. Да? Вера Кушнер, возможно? Да. Валерий, ну, все-таки давайте начнем мы с песни. Я бы хотел попросить тебя, я вот очень люблю эту песню, «Иисус мой лучший друг». Мы хотим услышать фрагмент этой песни, и мы продолжим наше общение. Есть у меня теперь самый лучший друг. Он не предаст и не обманет. Кровь своей он разорвал поручный круг. И груз греха теперь на дно не тянет. И мы теперь вдвоем по жизни с ним идем. Он никогда меня не бросит. Было бы в сердце только чисто и светло. Это и все, о чем он просит. Мой друг Иисус Христос, самый верный друг Иисус Христос. Мой Господь, мой Бог Иисус Христос. Самый верный друг Иисус Христос. Мой Господь и Бог Иисус. Слава Господу. Аминь. Аллилуйя. Валерий, поправь мне, если я ошибаюсь, что первые альбомы, которые ты записывал, ты их не подписывал, что они твои. Это так или нет? Не совсем так. Я просто написал, что все слова и музыка написаны по вдохновению Святого Духа, поэтому все права принадлежат Иисусу Христу. Авторство принадлежит нашему Господу. За что со мной были, ну, как бы, чуть не сказал, судились, но, в общем, очень были недовольны продавцы магазинов, потому что, ну, как... Их копировали, да? Да, ты что, разрешаешь копировать? Я говорю, а почему бы и нет? Потому что если там где-нибудь в Сибири или там на Аляске, или на Сахалине, если люди не могут приобрести, а вот они услышали, как же не скопировать? Это же песня, которая прославляет Бога. Зачем? Зачем я буду какие-то ограничения делать? То есть это просто неразумно. Ну, и... Ну, я видел 30-й твой альбом, и ты так же сам его подписал, что все права, в общем, Господу принадлежат, написанные под вдохновением. Ну, Ген, это мое откровение, на самом деле. И я действительно так живу. И советую, кстати. Когда музыканты у меня спрашивают, вот как вот, как стать популярным, или как это самое, я говорю, знаете, первый альбом вообще отпустите по водам. И если кого-то зацепит, Бог сам начнет тебя двигать. И все. И тебе не надо будет об этом. Легко тебе сказать, первый альбом, у тебя их 30, а у кого-то их один. И отпусти первый альбом. Отпусти. Вот, понимаешь, именно первый-то и отпусти обязательно, потому что второго может и не быть. Хорошо. А, кстати, как ты относишься к тому, когда твою песню взяли без тебя, переделали и по другим именем записали? Ну, во-первых, я этого, слава Богу, пока ни разу не видел. Просто я часто видел, что автор неизвестен. Это часто пишут. А, на твою песню автор неизвестен. Автор неизвестен. Ну, их аромат неизвестен. А вдруг переписан в диске. Они действительно не знают, кто автор. Да, может быть. Но самое главное, понимаешь, Ген, мы же духовные люди, да? Мы же знаем, перед кем мы ходим, перед кем стоим. Поэтому я знаю, что если тот труд, который ты делаешь, он кому-то приносит пользу, то тот, кто там наверху, он найдет, как тебя благословить, видя, что через тебя оно работает. Вот это я, я, слава Богу, я это понял, и я этим делюсь, потому что не все это понимают. У них еще по-прежнему действует такое мирское мышление, авторские права, какие-то там защитить себя как-то. Кстати, я был впечатлен, когда однажды приехал в Сакраменто, и ты очень доступную цену предложил за диски. И первое, что, конечно, удивился, потому что, говорю, Валерий, почему так, ну, дешевле, чем другие? И ты мне сказал, говорит, мне волнует количество, а не цена. И я был действительно впечатлен, что нужно количество. Я, количество людей, которых будет возможность услышать, пережить благословение, которые за тебя помолятся. Поэтому это действительно очень важно. И цена должна быть божеской. Чтобы сказали, о, это по-божески. Как-то неудобно и переписывать. Да, мы лучше приобретем. Валерий, 25 лет музыкального служения, 30 музыкальных альбомов. Мне так кажется, что ты торопился. Торопился. И 50 лет в музыке. Я, кстати, 50 лет занимаюсь музыкой. Вот в прошлом году исполнилось... Я с 7 лет занимаюсь музыкой. О, все, теперь ты уже всем рассказал. Поэтому мне одни юбилеи. Всем рассказал, 57 лет. Мне уже 58 лет. 58. Да, с Божьей помощью. Благословляем на многие годы. Спасибо. Вот у меня такое впечатление, что ты торопился, ты спешил это сделать. И однажды, совсем недавно, ты оказался в больнице. Врачи боролись за твою жизнь. И слава Богу, по омлитвах твоей супруги и многих христиан, Господь дал тебе жить дальше. Как после этого ситуация? Создавал ли ты вопросы, что я еще должен сделать? Или ты и так знаешь? Я просто могу сказать, что после этой ситуации... Я, кстати, умираю уже не первый раз. Это действительно было... Ну, то есть, жена моя видела, что глаза у меня были открыты, и они остекленели. То есть, это с ее слов. И она начала орать в небо, именно орать, потому что слово кричать не подходит. Там секунды были. Да, она орала так, что небеса, наверное, открылись, и все. Но другое дело, что я сейчас просто по-другому вообще смотрю на жизнь, смотрю на отношения между людьми. И, кстати, после этого я стал более активен. Более активен? Да, потому что я выхожу на улицу и пою на улице. Вот, кстати, когда мы говорили о мюзик-притчерстве, то я стал стрит-мюзик-притчер. Я увидел, что на улицах стоят и поют музыканты. Это, кстати, по-моему, в Сакраменто тоже они стоят на улицах. В Америке это распространенное явление. Не только в Америке, в Европе то же самое. А у нас разве в Киеве не стоят? Ну, только тебя я видел, Валера, так вообще не видел. Нет, христиане, да. А так вообще музыканты стоят в подземных переходах, когда зимой, да. А летом они стоят на Андреевском спуске, на Крещатике, стоят, целые команды стоят. И они играют. Ты посмотрел, что ты еще этого не делал и надо сделать. Я смотрю, они там стоят. Почему мы там не стоим? Вот вопрос у меня был. Понимаешь? Да. И я вышел и стал стоять там и петь. Если можно, результаты есть? Ну, конечно, есть. Понимаешь, тут тоже такая интересная деталь. Многие, я знаю, что отказались от евангелизации только по одной причине, что вот нету количества покаявшихся сразу. Но евангелизация это не только жатва. Друзья мои, это ко всем хочу просто обратиться и к пастырям. Ну, евангелистам это не надо рассказывать, они это знают. Евангелизация это прежде всего сеяние. Поэтому, когда я стою и пою, это не значит, что вокруг меня собралась толпа и сразу все покаялись. Нет. Они стоят, слушают. Кто-то плачет, стоит. Вера от слышания. Да. Но там стоят люди, я же не один стою, стоят люди, которые раздают людям трактатики, все, приглашают людей. Потому что, но я же вижу, если человек заплакал, уже сто процентов, с ним Бог уже начал работать. И он уже как-то его там по-своему приведет. Еще что, после 50, после, я уже начал так подводить и 50, именно вот это событие, которое произошло, что ты еще начал спешить делать? Ну, спешить. На жизнь, на жизнь другому смотреть. Как по-другому? Скажи в двух словах. По-другому это значит, что я стал еще меньше. Ну, я и раньше так не очень, знаешь, есть в нашей, в нашей прошлой стране очень сильно, как бы, влияло на людей общественное мнение. Ага. А что люди скажут? Да. Так вот, все меньше и меньше меня это мнение начинает волновать. Что Бог скажет? Мне теперь очень важно, да, что скажет он, когда я явлюсь перед ним уже, уже в последний раз. Я имею в виду в последний здесь на земле. И вот это меня действительно волнует. Поэтому я стараюсь делать, стараюсь говорить то, что я считаю нужным. Стараюсь писать то, что я считаю нужным. Да, я не, как бы, я понимаю, что я человек, я могу ошибаться, но я не боюсь высказывать свое мнение. Я не боюсь петь песни так, как я считаю нужным. Вот. Другой, пусть написано один пророчество, остальные рассуждай. Давайте будем рассуждать. Давайте, то есть, я конструктивную критику я с удовольствием воспринимаю. Просто, но когда начинаются манипуляции или давление, я сразу в раковину. Ты уже затронул этот вопрос. Хочется евангелизация, хочется, чтобы массовое покаяние, то есть, видимый результат. Ну, многие люди хотели бы быть эстрадными исполнителями, так, чтобы вот день благодарения в Украине, чтобы там 100 тысяч было, и я тогда спою. А если меньше, вряд ли. Вот с такого музыканта стать поклонником Бога. Как? Ну, если точнее, вот, ко мне часто обращаются профессионалы, говорят, Валера, ну, как это так? Вот в церквях так часто я вижу, что там люди непрофессиональные, вот они плохо поют, плохо играют. Ну, я вижу, что этот человек, он профессионал, он действительно владеет инструментом или голосом. Вот, и я понимаю, что ему трудно на слух воспринимать, как музыканты говорят, лажу, да, то есть... Фальшивят. Лажа – это ложь, от слова ложь происходит, то есть, неправильная нота. И, конечно, профессионалу поначалу трудно, поначалу, пока, если он поймет, что... Или даже важно, поймет, конечно, если почувствует Божье присутствие. Потому что я-то как раз и переживал Божье присутствие иногда через тех людей, которых видно было, что это не музыканты, не профессионалы, но почему-то через них действовал Бог и меня касалось до слез. И наоборот, я иногда видел профессионалов, очень крутых профессионалов, которые играли и мимо, и все мимо. И ты стоишь и думаешь, что я здесь делаю, или что он здесь делает, почему он там стоит, почему он мне сейчас, я извиняюсь, по ушам елозит вот этот своим профессионализм, а он мне не нужен. А дух не затрагивает? Абсолютно. И как же? Да. И как же? Ну, здесь один, я, так как я провожу семинары о поклонении, то первое у меня, первый совет всегда всем музыкантам, это обязательно проводить время наедине с Богом. С гитарой, или, ну там, если ты клавишник, то с клавишами, разговаривай с Богом и играй. Играй в духе. Вот научись играть так, как Давид, что дух приходил, да, и злой дух уходил. Вот. Научись молиться на инструменте. Если ты не инструменталист, а вокалист, значит, пой в духе. То есть, короче, прежде всего, это личное отношение с Богом. Если ты сам научишься входить в Божье присутствие, сам, когда тебя никто не видит, тогда ты и других людей сможешь вести. Если же ты сам дома этого не делаешь, а делаешь только на людях, такой результат. То есть, как проповедник готовится к проповеди, действительно, наедине, получает слово от Господа. Так же самое и музыканты в музыкальном служении должны это практиковать, потому что это результат. Только так. Стать поклонником Бога. Конечно. Валерий, предложи на второй псалом, какой бы ты хотел, какой у тебя на сердце. Я знаю, из сотен. Ну вот раз мы поговорили о поклонении. Да, хочется такое что-то. Кстати, есть у меня такая песня, которая, она и поклонение, и вот в свете пережитых мною смертей уже и воскрешений. Я думаю, что она будет уместная сейчас. Пожалуйста, с удовольствием. Сколько миль я прошагал, Сколько стран я повидал, Сколько раз я умирал, Кто хранил и кто спасал, Голос, чей меня зовет, Чья звезда меня ведет, Чья любовь течет рекой, Кто дал мир свой и покой, Мой Бог, Мой Бог. 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 всего, чтобы поклониться ему. Потому что он нам все дал, все сделал для нас. Мало того, пришел на землю, еще и заплатил за нас своей кровью, своими ранами. Все. И теперь он ждет нашей реакции. Он просто ждет нашей реакции. Ну как вы, ребята, как вам там? Господи, да вообще супер. Вот и все. Ну это я так допустим, можно так сказать. Вкратце, но очень даже подробно. Валерий, ты знаешь, мне приятно, что мы говорим об этом, потому что именно на небе там как раз вот что мы будем делать? Господа славить, поклоняться. Там уже не будет у нас проповедников, кто первый, второй, кто седьмой говорит сегодня. А там как раз вот мы должны на земле здесь научиться славить Господа, чтобы там было легко для нас. Поэтому мы понимаем, о чем ты говоришь. Спасибо. Но ты настолько объясняешь хорошо, что даже те люди, которые, может быть, не придавали этому значение, сейчас тебя услышали. Дай Бог, что услышали. Можно я предложу псалом? Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях автор и исполнитель, композитор из Украины, города Киева, Валерий Короб. Честь иметь сегодня, иметь общение. И также хочу сказать, что для меня тоже привилегия иметь это общение, это интервью, потому что сам уважаю этого человека, люблю его творчество. Ну и, конечно же, являясь другом, хочу с вами также иметь этот эфир, общаться и расспросить у нашего музыканта о тех вещах, которые Господь ему открыл, через него делает, и которые он бы хотел тоже для нас рассказать. Какой псалом ты выбрал? Я выбрал псалом, который я недавно написал. Его еще нет в записи. Еще даже записи нет? Кстати, сколько еще в записи нету псалмов? Нет, просто я сейчас уже на сносях у меня... Уже готовится следующий, 31-й. Да, следующий альбом, 31-й, да. Хорошо. Поэтому это песня из этого нового альбома. Она пришла ко мне недавно, просто утром я славил Бога, и она просто, ну так, нахлынула на меня. Я знаю Бога, живого Бога, Он царь царей, Господь Господь. Я знаю Бога, живого Бога, Его зовут Иисус Христос. Да, я знаю Бога, Да, я знаю Бога, Да, я знаю Бога, Да, я знаю Бога. Славьте Бога, ставьте Его, Он воскрес, Он скоро придет. Славьте Бога, ставьте Его, Он воскрес, Он скоро придет. Пойте Господу Песню новую Пойте Господу Песню новую Я знаю Бога Живого Бога Слава Богу Господу Я микс сделал Приятно слышать Потому что песенка сырая Я не люблю сырые песни Но и в то же время не мог не поделиться Ну уже готовая будет на альбоме Но самое главное Презентация сегодня уже состоялась Да, я заявил Валерий, как выживать христианским исполнителем Все-таки мы пишем песни Я уже пишу себя в этот список добавил Пишем песни Но так мало мероприятий Где мы можем поучаствовать И христианские фестивали Или какие-то большие праздники Или даже какие-то ярмарки, общения Одно остается только Церковное служение и то Еще попроси, чтобы тебя записали в программу Дождись такого Что еще? Какая альтернатива есть? Хочется сразу сказать о клубном движении Но я хочу прежде всего сказать Ребята Если мы сами Не сделаем нашу жизнь Внутри церковную Интересной Ну кто ее сделает? Я думаю, что нам надо самим продумать И молиться за тех людей Которые будут продюсерами Которые будут устраивать фестивали Какие-то просто У меня, кстати, слово было такое Что церковь в последнее время Особенно будет влиять через культурно-социальные программы Вот как влияют Церковь будет влиять на мир через культурно-социальные программы Перечислили Это музыка Культурно Посмотри Еврейский народ влияет на все народы? Заметь Через что? Больше всего Через музыку Почему христиане не влияют? Влияют Let my people go Да? В мультиках? Не только Ну как? Эта песня в свое время ее пели все И все знали Виноват Виноват Я ее видел только в мультфильме Ну, может быть Но на самом деле Кстати, песня Бунием Которую я, кстати, немножко переделал Run from Babylon Да, я ее немножко изменил название Реки Вавилона Ну, на самом деле Эта песня Как раз этот плачевный псалом Они поют псалом О том, что Как нам петь песню Господню На земле чужой И под этот псалом Танцевал весь Советский Союз Не зная об этом Понимаешь как? Вот И получается Если бы еще и покаялся весь Советский Союз Ну, покаялся что? Каются постепенно Хорошо Влияние То есть Как Расскажи, пожалуйста Как мы можем это предложить миру? Давайте сделаем Телевидение Программы Радиостанции Радиоэфиры Безусловно Не обсуждается То есть Масс-медиа Конечно Нам надо выходить В интернет Кстати Сейчас очень упрощен Действительно Ты родил что-то Или песню Или клип какой-то Пожалуйста Выставляй его в Ютуб И все И уже понеслась Тебе уже не надо Даже особо продюсеров Потому что Я смотрю Что иногда Миллионы просмотров На какую-то ерунду Которую люди Просто сделали Просто так вот Вот Поэтому Понимаешь Попробовали Просто Я кажется Удачно Да Смотри А кто нам мешает Это делать Давайте будем Просто опять Чтобы мы Такое впечатление Что мир на шаг Все время впереди Получается Что мы его Все время догоняем Но мне кажется Что в последнее время Не должно быть так Давайте будем Уже перегонять Валерий Это должна быть Активность творческая Творческих людей В церкви Или все-таки Пастор должен быть Заинтересован Мне кажется Если пастору не интересно Хоть плач Ничего не получится Ну мне кажется Что те В любом случае Все дело Все это достигается Через молитву Пастору будет интересно Когда Бог ему Об этом скажет А Бог скажет Если ты будешь Об этом молиться А если Не получается То тогда поститься Или не твоя церковь Ой нет Не то сказал Нет А как это вообще правильно Я думаю Просто Мне было Почему я клуб открыл Да Вот ты сейчас сказал Слово клуб И всех нас насторожил Что это такое А теперь потихонечку И поподробно У людей клубы Это два Два как бы отношения Те люди Которые были в гонениях Во время Советского Союза Для них клубы Это было Исчадие Советской пропаганды Ну в смысле Сосредоточие Советской пропаганды А для нас? А я кстати Клубный работник По образованию Я закончил Культпросветучилище И по образованию Я дирижер Хоровик И клубный работник Потом Те люди Которые ходили В ночные клубы Для них клуб Это что-то ночное Что-то связанное С выпивкой И так далее Или с наркотиками А для нас клубы Это место Неформального общения Неформальной встречи Где мы можем Служить друг другу Теми дарами Которые есть Кто-то готовит хорошо Кто-то хорошо поет Кто-то хорошо играет Пожалуйста Вот завтра Мы кстати будем встречаться В вашем славянском клубе Вот То есть по пятницам У вас встреча Да Я кстати пытаюсь Поддержать здесь ребят Которые в принципе Уже пытаются это сделать Ну в двух словах Расскажи пожалуйста То есть приходит кто хочет Но смотри Я сначала скажу слово Которое от господа я получил Он сказал Такое мне было слово Накормите своих И я дам вам чужих Как начали приходить люди В мой клуб в Киеве Люди увидели Что у нас хорошо У нас по 500 человек приходило У нас зал на 450 мест А приходило по 500 Поэтому люди стояли в проходах Настолько было интересно Но у нас и буфет работал То есть и жареные куры продавались И бильярд работал То есть людям просто надо общаться Но христиане В лучшем случае Они идут в Макдональдс Потому что там не курят Не выпивают Бесплатный интернет Да Да Почему мы не делаем такие точки Давайте мы будем Во пятницах допустим Хороший день пятница Такой Для кого-то шаббат шалом начинается Вот да Хороший вечер Вечер встречи с друзьями Можно в субботу То есть в принципе Можно в любом Валерий Тойзе Ты хочешь сказать То что мы не можем сделать В церковном здании То есть потому что Ну это дом поклонений Господа В формате да Да Или там у нас просто зал Для всяких торжеств То что нельзя сделать Ты снимаешь нейтральную территорию Где вы имеете общение Подчеркиваю что именно нейтральную Потому что к сожалению Пока еще мы не преодолели Межконфессиональные размоловки Лучше чтобы это место было нейтральным Чтобы туда могли приходить люди Потому что если это будет На территории какой-то церкви То людей из какой-то церкви Туда не пустят А ко мне вот В мой клуб Которому уже 18-й год Вот приходят люди Всех конфессий И меня это очень радует И обстановка вот эта Свободная Она берет свое Да То есть люди располагаются Общаются Знакомятся Люди некоторые говорят А ты не боишься Что там какие-то Левые учения будут Во-первых я говорю Я в контроле ситуацию держу Я там пою Во-первых я там пою Но я слежу за тем У нас было такое Какая-то команда приехала Они такие Православными назвались Мы православные Ну хорошо Они свою аппаратуру привезли Но после третьей песни Я их остановил И я призвал весь зал Молиться за них Я говорю Ребятки давайте Ребята очень стараются Но просто то Что через них начало звучать Это было настолько Вообще мимо Настолько это было Не того духа Вот Вы их приобрели Мы помолились за них Не знаю Но я верю В силу молитвы Просто Может быть потом Куда-то их Бог привел Но Я это к тому сказал Что если Выходит какой-то исполнитель И он Начинает Не Господа славить Но Кстати тут же Я хочу сказать Что Первый час у нас идет поклонение Но потом мы можем спеть песни Которые поются Вообще-то у костра В тесной домашней обстановке Какие-то песни про маму Про детей Какие-то детские может песни Может быть это песни Макаревича Может это песни Бутусова Рыбачил апостол Андрей Подводишь под христианскую тематику Да Потому что Ну на самом деле Это мы почему-то решили Что только протестанты христиане Но на самом деле Христиан гораздо больше Слава Богу Слава Богу Да Самого большого католиков Кто молится Иисусу Христу Ну тоже же наш Они что же искренне Понимаешь Вот Это слово ключевое Искренне Вот я думаю Что Бог знает Искренне молящихся Поэтому там не важно Конфессия Я слышал Макаревича стих Про гефсиманию Если ты не слышал Советую послушать Глубочайший стих По-моему слышал Какой стих Может написать только Глубоко верующий человек Вот и все Кстати Валерий Как ты реагируешь На критику и похвалу Вообще должна она быть Ну как Если это поддерживает тебя Ну конечно должна быть Если Если она тебя Критика Опять же Понимаешь Конструктивная критика Она нужна всем Конечно Конструктивная критика Я вот когда вижу Объясни Недавно Один мне братик Прислал свою песню Говорит Послушай Валера Я вот недавно Написал песню Но я смотрю Что он И песня хорошая То есть Текст хороший Складывайся Музыка хорошая Да Но он в этой песне Больше показывает Свою манеру Свою Как бы Манеру пения Свой характер А я ему написал Говорю Ты знаешь Очень классная Хорошая песня И музыка хорошая И слова хорошие Но старайся Чтобы в твоей песне Было больше Бога Чем тебя Реакция Реакция этого человека была Поблагодарил Да Да Написал спасибо Спасибо я учту А можно выступить В вашем клубе Я говорю Конечно приезжай То есть тоже возможность Распринял критику Значит нормально Для начинающих Тоже возможность Такая Начать Реализовать себя Потому что Ну в собрании Люди могут Первый раз Очень бояться Мы когда-то С одним человеком Знаешь Поспорили даже Стоит ли христианам Создавать свою Субкультуру Так вот Я думаю Что стоит Ну мы отстаем На многие годы А как принимать По хвалу По хвалу Ну Вообще Надо вот подойти Пожать руку Сказать Брат там Сестра Может быть Действительно Мы через тебя Получили благословение Пусть Господь благословит Ой у вас диски Можно я вас поддержу Так дальше Я просто Простые примеры Говорю Но как часто Наши люди Когда не понравилось Тебе точно скажут А когда понравилось Промолчат Вот как нужно правильно Вот скажи Как тебя благодарят И как надо Я просто вспомнил Как моя жена Ну она в зале сидела И когда я пел В одной церкви Ну это было по-моему Не здесь Ну не важно Не важно Ну в общем В одной церкви Где хор сидел на сцене И она говорит Я смотрел на одну женщину Мне постоянно казалось Что ей не нравится Все что ты делаешь Потому что у нее было Такое лицо Серьезное Серьезное Да Ну даже больше сказать Серьезное Оно было Ну такое строгое Вот Но что интересно Когда все закончилось И моя жена Стала с дисками Эта женщина первая Подошла Говорит Деточки У вас есть Где остановиться У вас есть Где Вот как Мы судим По взгляду очей А Бог смотрит На сердце Поэтому Говорит Если у вас Нигде жить Я вас могу Приютить Все Так что это было Валера Вот расскажи Пожалуйста Это было сердце Это была любовь Покаялась она Понимаешь Вот Я думаю Опять же Определяющим фактором Является любовь Если тебя хвалят С любовью То это хорошо Если тебя ругают Даже Но с любовью То это тоже хорошо Секрет И критиковать И сказать доброе слово Нужно с любовью И ты же ты чувствуешь Когда искренне Когда нет Конечно А надо вообще поддерживать Ну безусловно надо Вот я с этим Мне бывает Я мало комплиментов Говорю У меня Наверное Вот в этом отношении Влади Канаш Он такой Он всегда Всегда Кучу комплиментов Наговорит Человеку Я стараюсь Говорить Только то Что Ну То есть Я в этом отношении Больше сухарь Ну Ты по делу Говоришь Валерий А с кем ты дружишь Вообще С христианских исполнителей Влад Канашин Аксамита Аксамита Ващук Ващук Роман Да Ну вот Я дружил с Костей Косичковым С Гешевшевцом Они здесь в Америке Они теперь Да Ну как Костя в Канаде Ну тоже в Америку Наезжает Вот Ну да Это моя Моя старая команда С которыми Мы кстати Клуб же Начинался именно с ними Это мы Мы с ними Как они далеко пошли Слава богу Да Да Ну далеко пошли Но Меня тоже сейчас Часто спрашивают А ты не собираешься Здесь остаться Кстати Собираешься Ну вот Кстати Знаете Я заметил Что те Кто переехал Некоторые Музыканты Кстати Многие переехали К сожалению Перестали писать Вот я смотрю Ну В таком количестве Как раньше Да Поэтому я Не хотел бы Чтобы это произошло В моей жизни Но Хотя вроде Нормально уже написал Вроде уже Пора остановиться Может быть Ну разве что Меня сейчас пророчествует Что церковь надо открывать Я честно тебе скажу В Израиле Один пастор Очень плотно Расположил тебя Уже много Много лет Он мне говорит Валера Ты пастор Тебе надо открывать церковь Но я жду А в Израиле? Когда два или три подтверждения Еще будет В Израиле? Нет Он не говорил В Израиле открывать Он говорил просто Что я пастор Что мне надо открывать церковь Вот так оно С музыканта Потом Музик притчер И дальше Да Слава Богу Может быть действительно Когда уже я Почувствую Что уже ездить хватит Все таки Почему я сейчас Не могу быть пастором? Я могу делиться Откровениями Я могу учить Я могу семинары проводить Но пока я езжу То есть пастор Все таки Это такое Стационарное служение Да Я должен быть Все время на месте Скажи пожалуйста Ты часто бываешь В поездках Общаясь с нашими людьми Какая тема Самая насущная Какая тема Больше всего Тревожит наших славян? Ну конечно Сейчас Вот Последнее время Всколыхнуло Количество разводов Разводы? Я не боюсь Об этом сказать Потому что Я прекрасно понимаю Что написано Умножился грех Умножилась благодать Кто-то этим воспользовался Кто-то Просто попал Под эту категорию Потому что Я понимаю Я не судья этим людям Я ни в коем случае Не осуждаю этих людей Потому что Действительно Не я судья Мне Бог не ставил судить Но в то же время Я понимаю Что это Ну как сказать Это Это больно Для тела Это больно Это больно Раз это больно Для детей Которые родились В Господе Да Ну как Для них это вообще Ну как Дверь с петель Понимаешь Как это Родители верующие С Богом И вдруг они расходятся Как это Что такое Они сошлись характерами Что такое Для них Ну детям Я уверен Что детям Этого не объяснишь И это и есть Самый серьезный вопрос Как они себя оправдывают Вот я знаю В Киеве Там несколько случаев Таких Таких громких Это служители были Я бы не хотел Мы молчили Мы молчили Ну да Именно в самой тенденции Но случай был Случаи были И мне кажется Что Я не знаю Как они оправдывают себя Я не знаю Но Знаю У меня часто Часто женщины подходят Ко мне кстати Тоже В клубе же разные люди подходят За исцелением За молитвой Подходят За советом подходят люди Может в своей церкви Они там постеснялись А ко мне не страшно Знаешь Это как в поезде Едешь И можешь рассказать Человеку Которого ты больше не встретишь Допустим Всю свою жизнь Вот И недавно Одна женщина подходила Ко мне И говорит Вот у меня муж такой Вот вы сказали Ну вот Что Некоторым мужья Некоторым мужчинам Которые из блатного мира Им надо освобождение От духа манипуляции Я говорю Безусловно Это Это мне сказал Как раз человек Из блатного мира Который потом Стал пастором церкви Я согласен Да Действительно Эти люди Умеют манипулировать Людьми И конечно Страшно Когда этот человек Становится Имеет власть Вот Но Если мы Говорим О разводах Я все-таки Думаю Что Никто из нас Мудрее Слово Божьего Ничего не Изречет А если Изречет То будет Судим Потом Потому что В Библии Все написано Тебе как служителю Что Господь открывает Как ты можешь Мне кажется Что Женам Как бы Это Может Сейчас Женская половина Сейчас станет И уйдет От экранов Но я Останьтесь Я уже сказал Что мне Мне не страшно Человеческое мнение Даже женское мнение Мне не страшно Потому что я имею Жену свою 32 года Вот у нас Дети и внуки Есть Слава Богу И она Соглашается Со мной Потому что Скажи Что ты хотел сказать Все Что я хотел сказать Это что Женам Надо уважать Своих людей И даже Вот это Слово Которое Они постоянно Говорят Что неправильно Перевод Жена Да убоится Мужа своего Конечно Это не страх Животный Когда ты боишься Что тебя Изобьют Это конечно К христианству Это не имеет Отношения Нет Но уважение И почитание Вот я бы сказал Слово Почитание Мудрая жена Устроит свой дом Глупая Разрушит его Бог сказал так Ну я же не Бог Если вы хотите судиться Судитесь с Богом Но я вам скажу Жены Которые страдают От каких-то Доверьтесь Богу И Просто Если вы говорите А я и так молюсь Я и так смиренная Ой ли Ой ли ты такая Смиренная Как ты говоришь Загляни в свое сердце Или спроси у мужа Действительно ли ты смиренная Он тебе точно расскажет Потому что Вот это учение Которое пришло В 19 веке Клара Цеткин Роза Люксин Ну в 20 Ну в конце 19 Феминизм Феминизм Да Он проник в церковь Вот это равноправие Конечно же Бог любит одинаково Мужчин и женщин И действительно Мужчины ничем не лучше женщин Конечно же Но в устройстве семьи Почему-то Бог сказал Причем через апостола Павла Он повторил это Причем неоднократно В нескольких посланиях Он везде пишет Сначала пишет женам Повинуйтесь мужьям Потом пишет мужьям Заметьте Порядок упоминания Есть такое в Библии Такое понятие Как порядок упоминания Вот если ты хочешь завести машину Ты должен исполнить порядок действий Да Сначала вставить ключ Сколько не нажимай на педали Сколько не дергай ручку Понимаешь Она не заведется Потому что надо вставить ключ Поэтому жены Повинуйтесь Мужья Любите То есть когда ты ставил ключ Соединил клеммы Все Пошло электричество И машинка завелась И ты поехал куда надо Вот я женам Действительно Желаю Понимаете Я еще так скажу Как мужчина И Гена меня поймет Потому что Тоже мужчина Да Гена мужчина И он знает Что нас Мужчин Нас может покорить Только Слабая женщина Когда мы видим Сильную женщину Мы думаем Да наш коня Наскаку В горящую избу Ну что ей помогать Она и сама справится Но если мы видим Слабую Все мужское В нас включается Мы хотим ее охранять Мы хотим ее защищать Мы хотим ее оберегать И обеспечивать Конечно же Вот такая вам Моя правда И больше всего любить Кстати ты своей жене Писал письме Ну конечно же Можешь куплет припьев Спеть Ну естественно Естественно Как же откажу Тем более Она тоже может увидеть Да Она сейчас находится Вот Не так далеко Но она видит Да Но видит Илья привет Она тебе сказала Да От себя я могу сказать Конечно же Я уверен Что все Вообще Ну Как бы Все люди искусства Они ненормальные Немножко свои А как же Странности Поэтому жить С ненормальным человеком Это непросто Пожалуйста Странность Нарананана Среди тысяч лиц Женщин всех столиц Не милей одно Лишь твое лицо Лишь твои глаза Лишь твоя слеза Трогают меня всегда Любимая, любимая Любимая, жена моя Любимая, любимая Любимая жена Солнце и луна Звезды облака Трогают меня Но издалека Но милее всех Мне она одна Милая моя жена Любимая, любимая Любимая, любимая Жена моя Любимая, любимая Любимая, любимая Жена Слава Богу Оставь гитару в руках У нас не так много минут осталось Украина сегодня Когда мы говорим за страны СНГ Украина это та страна В которой больше всего свободы Больше всего ангелизации И больше всего протестантских церквей Я вообще смотрел статистику Что три области Это Киевская, Волынская и Ровенская область Самая больше верующих Это 2,5% Это регулярно ходят в церковь То есть очень много христиан Слава Богу Да Какая Украина сегодня? Украина сегодня Я скажу так В 2010 году мы молились о пробуждении И я вам скажу одно Пробуждение пришло Оно идет Пусть оно идет не так, как мы привыкли Мы привыкли к стадионам Мы привыкли к чудесам исцелений и так далее Но случилась война Побежали беженцы Церкви начали принимать Капелланы начали ездить на передовую Служить народу Иммигранты отсылать контейнеры Иммигранты, да То есть все пришло в движение И люди начали служить Вот И тем не менее День Благодарения В прошлом году 200 тысяч собралось В этом больше 100 тысяч собралось Покажите мне еще один город Где бы на одной площади Собралось 100 тысяч протестантов Даже 100, не 200 Мы сейчас за славян говорим Да Да? То есть Я хочу сказать Все-таки Украина Еще Господь продлил свободу И то, что происходит То чудо, которое сейчас происходит в Украине Мы верим, что Бог И дальше будет миловать Украину Услышит молитвы Много Десятков тысяч людей Которые молятся Все-таки шанс есть Надежда есть Я вверх Ну, как бы Если бы я не верил в силу молитвы Ну, зачем тогда жить И зачем тогда молиться Да? И поэтому я верю Что все наши молитвы Будут услышаны и отвечены И то, что я со своей стороны стараюсь делать То, что я делал на Майдане Когда вот это все только началось еще И я приехал Я, кстати, был тогда в Америке Когда случилось Но все равно я потом поехал И в марте я уже пел на Майдане И я пел Вот эта вот та песня Которая мы закончим эту программу Уважаемые телезрители Мы искренне благодарны Господу За этот эфир Я хочу поблагодарить тебя Валерий За то, что ты Искренне ответил на мои вопросы Поучаствовал в программе Рассказал те истины Которые Господь тебе открыл Дорогие друзья Мы искренне благодарны За то, что вы были с нами За то, что вы смотрите Христианский телеканал «Инпакт» Благодарю вас, Господь Ну, а сейчас, Валерий Та песня, которая у тебя на сердце Который ты пел Для многотысячной украинской народу У нас ровно одна минута Ты успеешь? Золото небесный Наши прапори Мы не переможные Помеч нам згори Украина ненька рідна Будешь вильна, будешь сильна Помеч нам згори Украина ненька рідна Будешь вильна, будешь сильна Помеч нам згори Всі мы люди вильні Всі мы украинці Треба бути разом А не по годинцам Украина ненька рідна Будешь вильна, будешь сильна Помеч нам згори Украина ненька рідна Будешь вильна, будешь сильна Помеч нам згори Всі ми перед Богом, всі ми як насіння, віримо в Иисуса, маємо спасіння Україно ненько рідна, будеш вільна, будеш сильна, поміч нам згори Україно ненько рідна, будеш вільна, будеш сильна, віруємо ми Слава Господу! Слава Господу! Уважаемые друзья, мы с нам благодарны за это время благоприятное, мы с нам благодарны за этот эфир Олег, спасибо тебе за твое служение, за все эти годы, которые Бог дал тебе Мы исконно верим, ты еще много должен сделать Принимаю это, по вере вашей, да будет нам, спасибо Гласы вас Господь! Слава Господу! Слава Господу!